23 сентября Министерство обороны Российской Федерации раскрыло новые подробности крушения Ил-20 в Сирии. Трагедия привела к гибели 15 российских военнослужащих. В 21.39 представитель командования ВВС Израиля оповестил российских коллег о предстоящем ударе по сирийским объектам на севере страны. Через одну минуту в 21.40 4 F-16 нанесли удары по промышленным объектам в Латакии, что стало причиной авиационной провокации. Неизвестная тактика Сирии по отношению к России или ВВС Израиля фактически подставила свое руководство. Все эти вопросы нам удалось задать доценту Института международных отношений Казанского университета Роману Пеньковцеву. Что события являются стечением трагических обстоятельств. Но он же подчеркнул в своем выступлении, что технические моменты, они должны быть, конечно, полностью проверены, уточнены Министерством обороны. То есть здесь вот пока ситуация, еще раз говорю, такая, находится в состоянии динамики. Не исключено, что в ближайшее время произвучит новое выступление руководителя нашего государства, в котором он может дать более жесткие оценки действиям Израиля. Таким образом, израильская сторона сделала предупреждение не заблаговременно, а одновременно с началом удара. Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей с 2015 года. За последнее время, к сожалению, никаких официальных серьезных заявлений Израиль не сделал, за исключением того, что военный министр Израиля, он заявил, что Израиль постарается, так сказать, снять напряжение в отношениях с Россией и будет в дальнейшем уведомлять о различных мероприятиях, которые проводит Израиль. Но, с другой стороны, вот прямых комментариях по сложившейся ситуации с Ил-20 он не сделал. Извинения тоже израильская сторона на данный период, вот на данный момент, когда мы с вами говорим, не принесла. Теперь Россия может поставить в Сирию систему противовоздушной обороны С-300 из-за крушения самолета Ил-20, сообщает издание «Коммерсант». Существует предположение, что Москва обрежет крылья в Сирии, закрыв воздушное пространство этой страны для израильских военных самолетов или же серьезно ограничит возможность проведения военных операций. Аделя Шемилова, Универ Ньюс.